Итак, теперь мы приступаем непосредственно к сборке и установке камеры. Отделяем резиновую заглушку, не заглядываем в камеру, не тычем туда пальцами, потому что потом это будет невозможно. Накручиваем на симовую резьбу. Значит, сейчас сюда устанавливаем дисплей. Итак, установили. Подключение дисплея осуществляется следующим образом. Кабель имеет защитные заглушки, мы их снимаем. Кабель имеет также переходник, удобный. Первым делом мы подключаем переходник. Так, следующий шаг. Подключение кабеля. Следующий шаг. Подключение разветвителя. Первым делом мы подключаем в гнездо дисплея. Следующий шаг. Подключаем в гнездо камеры. 12 вольт. Также устанавливаем SD-карту, про которую мы уже говорили. Естественно, все делается аккуратно, не ломается. Значит, согласно нарисованной схеме. Кажется, вот так же. Над наклеечкой к надписи. Дальше. Включаем мышку. В данный момент мы собираем комплектность камеры, которая будет эксплуатироваться без компьютера. Поэтому мы подключаем штатную мышь для управления в USB-гнездо. Сюда подключаем блок питания, который будет питать и камеру, и дисплей. Напоминаю, эта камера также может использоваться вместе с компьютером и транслировать Full HD видео в режиме реального времени на компьютер в специальную программу видеозахвата, видеообработки. А уже на компьютере можно сохранять фото, видео, сразу в карточку пациента. Но, естественно, это зависит от программы. Итак, теперь мы поворачиваем дисплей окончательно в то положение, которое нам нужно. Устанавливаем удобный угол дисплея с помощью этого винта. Ослабив, придав нужный наклон и прижав этим прижимным винтиком. Включаем питание. Кнопкой питания. Когда камера включена, загорается синий светодиод. Когда она выключена, горит красный светодиод. Индикация питания. Синий, индикация работает. Все готово. Мы видим прекрасную мышку на экране. Кстати, экран защищен защитной пленкой, которую, естественно, рекомендуется снять при эксплуатации. Пока мы этого делать не будем. Это ждет своего конечного пользования.